Радуйся жизни. Если радоваться жизни, то она порадуется за вас. Хорошее высказывание, не раз мы слышали, но вот как-то с этим не получается. В детстве все это получалось автоматически, мы очень радовались жизни. Вся жизнь была эта игра, можно сказать. С детского садика уже нас учили играть весь день, также в школе. Ну и потом, когда уже взрослыми были, тот любил заниматься спортами. То есть все это продолжалось, но на каком-то этапе жизни все это становится как бы неинтересным для многих людей. И они начинают потихонечку жаловаться на жизнь. Кто сейчас недоволен жизнью своей? Если посмотреть средства массовой информации, то очень много. Все делятся своим недовольством как можно скорее. Все друг друга пугают, запугивают. Кризисы на каждом углу. И в этом люди даже находят какое-то удовольствие. Но при этом они теряют радость жизни. Потому что радость жизни, она не заключается в том, чтобы делиться недовольством. И в чем проявляется это недовольство? Почему нет радости? Потому что люди перестали ценить то, что они имеют. Вот, например, хорошо было бы задуматься, что сегодня я кушал на завтрак. Что будет на обед, на ужин. А ведь еда это не само собой разумеющийся в нашем мире. Есть миллионы, десятки миллионов людей, которые голодают и умирают от голода. Первый пункт, было бы хорошо задуматься о том, что у нас есть хлеб на столе. Ну и все остальное, не только хлеб. Это очень дает много радости, если об этом задуматься. Мы можем радоваться тому, что мы можем видеть всю эту красоту вокруг нас. И это тоже не само собой разумеется. Мы наблюдали с детства за закатом солнца. Мы наблюдали за звездами ночью, за животными, растениями, цветами и много-много другое, что нас очень радовало каждый день. Вспомни, когда ты был маленький, что-то красивое увидел, тебя это просто радовало. Мы можем радоваться тому, что слышим вокруг нас. Прекрасная музыка, друзья наши, гитара, например, под гитару играли молодежь раньше, магнитофоны начали появляться первые. Сегодня огромное количество красивой музыки есть, можно в любое время выбрать все, что пожелаешь. Пение птиц, если куда-то уйдешь в лес, это очень здорово, когда наблюдаешь и слышишь всю эту, как природа разговаривает с тобой. Или создатель, можно сказать, Бог. Если тот, кто может ходить, просто задумайся о том, что очень много есть людей, которые сидят в колясках и не могут ходить. Или с одной ногой, или с ампутированной, или сегодня лежат где-то в больницах без рук, без ног. А у тебя все есть, то есть ты можешь этому радоваться. Ты можешь бегать, ты можешь дышать, ты можешь просто так жить. Каждый день вот просто живи и радуйся. Радуйся мелочам, радуйся тому, что ты вообще пока живой. Как у нас есть хорошее такое на немецком языке сравнение. Радуйся, говорит, что ты пока еще живой. А какая у тебя еще есть альтернатива? Ты или живой, либо мертв. Ну вот лучше быть живым. Если видят твои глаза, если ноги ходят, если ты еще себя более-менее прекрасно чувствуешь, то это здорово. Что еще? Ты можешь разговаривать. Огромное количество людей не могут разговаривать. Есть целые интернаты людей. Когда я был маленький, мы ездили в Алмату, и там был интернат для слепых детей. Я первый раз в жизни увидел, что столько много есть слепых детей. Потому что они были в интернате все, как бы огороженные от общества. И там их прям было десятки. И эти дети играли в футбол с консервной банкой. Представляешь, они их не видели, эту консервную банку, но по звуку они знали, куда летит банка, и пинали ее. И вообще это было зрелище, увидеть, как слепые играют в футбол. А ты не слепой, у тебя есть глаза, и ты видишь. И это очень здорово. У тебя есть язык, и ты можешь разговаривать. Есть люди, которые не могут разговаривать. Есть глухонемые. Есть очень много других людей с какими-то недугами. Вот у них как бы есть основания, может быть, где-то не радоваться. Так что люди, они просто стали капризными. Чем больше здоровья человека, тем он больше становится капризнее. Вот ему то не так, это не так. Он начинает сравнивать себя с соседом, с другом, с родственником, с каким-нибудь звездой с телевизора или с интернета. Ну и, конечно, тогда он ощущает себя каким-то неполноценным. И это его каприз. Он хотел бы быть, как и те крутые пацаны или девушки, но у нее или у него это не получается. И на этом они теряют свою радость. От этого нужно избавиться. Не нужно сравнивать самого себя ни с кем. И тогда у тебя будет радости в жизни намного больше. Ну а если радость уйдет у тебя, то, как говорится, душой ты помрешь. То есть вот этот дух жизни, дух радости, который находится в тебе, ты же живая душа. Он, если радости нет, этот дух тоже уходит. И ты превращаешься просто в такое существо, которое вообще не видит никакой радости в этой жизни. И это очень печально и очень страшно. Поэтому еще раз призываю тебя, радуйся жизни. И жизнь порадуется за тебя. И вы будете вместе радоваться. Ты за жизнь, а она за тебя. И тогда все будет прекрасно и хорошо. Итак, до следующего ролика. Будь добрый, пожалуйста, подпишись. И пошли это тем людям, которые, может быть, теряют или потеряли радость в жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!